Вести.нет далее в эфире. Некогда популярный бренд BlackBerry предпринял очередную попытку заявить о себе. Представлен новый смартфон, который по задумке разработчиков должен произвести революцию на рынке. Так ли это, спросим у Виталия Рутюняна. Виталий, приветствую. Какие революционные решения представил BlackBerry? Здравствуйте, Роман. В компании сделали вновь ставку на защищенность данных. Это сейчас очень актуально на фоне многочисленных скандалов с утечкой. Впрочем, повторюсь, бренд всегда отличался высоким уровнем защищенности и, как видим, остается верен себе. Но об этом чуть позже, а пока обзор видео мобильных репортеров. Густой черный дым, который поднимается в небо на огромную высоту. И оранжевое пламя. Вот так горела градирня на территории Саранского ТЭЦ-2. Снимали местные жители с разных ракурсов. И сопровождали весьма эмоциональными комментариями. Мобильные репортеры пытались выяснить причину возгорания. Оказалось, вина на сварщиках. Работали рядом, а одна из искр попала на пластиковую облицовку охладительной башни. К счастью, потушить огонь удалось достаточно быстро. Пострадавших нет. Теперь видео из США. Извержение вулкана Килауэ на Гавайях, из-за которого пришлось эвакуироваться тысячам человек, мы показывали неоднократно. Однако это особенно зрелищные кадры. Ведь снимали их с помощью беспилотников в непосредственной близости от кратеров огнедущей горы. Можно разглядеть и бурлящие озера лавы с фонтанами, и потоки расплавленной породы, текущие по склонам вулкана, а после выжигающие все на своем пути. И, наконец, кратер, который лавой уже отстрелялся. Сейчас над ним дым, а вокруг все усыпано пеплом. А в другой части США, в Техасе, резкое похолодание. Как следствие, сильнейший шторм сразу в нескольких населенных пунктах. Местами еще и с градом. Ну, судя по грохоту, это даже не просто град, а настоящий обстрел, который не щадил ничего. Бил стекла и автомобили. А тротуары и проезжие части за считанные минуты засыпал ледяным ковром. Повезло тем, кого непогода застала в помещениях. А вот из тех, кто был снаружи, многим пришлось обратиться за помощью к медикам. Некоторые градины вообще были размером с бейсбольный мяч. В общем, неудивительно, что материальный ущерб от этого удара стихии оценили почти полмиллиарда долларов. США таки разрешило китайской ЗТИ вернуться на свой рынок, чтобы Америка сняла 7-летний запрет на передачу фирме технологий своих компаний, ЗТИ придется полностью сменить совет директоров, открыть ее для аудиторов и заплатить штраф в 1 миллиард долларов и еще 400 миллионов выплатить как залог на случай возможных нарушений в будущем. И компания согласна на эти условия. Сделка подписана. Китай спасал ЗТИ почти два месяца. В середине апреля США обвинили компанию в поставке товаров в Северную Корею и Иран, а это запрещено тем фирмам, которые хотят работать с американцами. Корпорация признала нарушение и была готова заплатить огромный штраф, но Вашингтон объявил о куда более строгом наказании. Китайцы больше не могли закупать технологии у американских компаний. Это значило, что ЗТИ точно оставалась без процессоров для своих смартфонов. Их разрабатывает американская Qualcomm. Буквально через несколько дней после введения запрета ЗТИ объявила о приостановке операционной деятельности ее бизнеса, а это в основном продажа телекоммуникационного оборудования и телефонов, слишком сильно ориентированных на США. Но что еще важно, под угрозой оказывалось и использование в телефонах ЗТИ операционной системы Android. Американская пресса прогнозировала, что правительство может наложить запрет и на нее. Другой китайский предваритель смартфона Huawei признался, что уже разрабатывает собственную операционную систему для мобильных телефонов. Но в итоге лидерам Китая и США удалось прийти к соглашению. BlackBerry представила новый смартфон K2 с физической QWERTY-клавиатурой, но при этом на актуальном процессоре и с хорошей камерой. Команда бренда, который теперь принадлежит крупному китайскому производителю телефонов TCL, заявила, что аппарат станет одним из самых защищенных смартфонов, но при этом не отстанет по производительности. Для этого ему поставили процессор Qualcomm Snapdragon 660 и 6 гигабайт оперативной памяти. Камера тоже в тренде сдвоенная, оба модуля по 12 мегапикселей, одна со стандартной мобильной диафрагмой 2.6, вторая для портретного режима 1.8. Однако основной упор на презентации сделали на главном в имидже BlackBerry – защищенности устройства. Создатели заявили, что браузер по умолчанию настроен так, чтобы сайты не могли отслеживать активность пользователя. Еще одна встроенная программа для тех, кто переживает о приватности, называется Detect. Она показывает, какие программы имеют доступ к разным датчикам телефона и может сообщать о любой подозрительной активности приложения. Ну и как важной особенностью создатели называют физическую QWERTY клавиатуру. Она очень похожа на те, что всегда были у BlackBerry, только теперь стала отчасти тачпадом. По ним можно провести пальцем для пролистывания экрана. Как пишет западная пресса, очевидно, что аппарат создан под старых фанатов BlackBerry или тех, кто задумался о приватности данных после недавних скандалов, самых ярких и из которых с утечкой данных в Facebook. Продолжение следует... Продолжение следует...